Привет, мои дорогие студенты! Меня зовут Вероника, и сегодня на нашем уроке русского языка мы будем гулять, и я покажу вам мир русской природы. Поддержите выходы новых видео на Бусти. Итак, мои дорогие друзья, спасибо всем тем, кто уже поддерживает мой канал, и тем, кто будет поддерживать моё творчество. Ссылку для донатов вы найдёте в первом комментарии. Итак, что такое я вам показываю? А это древнейшее растение. Оно настолько древнее, что является современником динозавров. Это папоротник. И он был очень важен для древних славян. У нас есть такой праздник Ивана Купалы, и если вы в этот день найдёте цветок папоротника, тогда вам откроются все старинные клады, и вы познаете мудрость. То есть вы сможете понимать язык животных. А это самые весенние цветы во всём мире. Конечно, я говорю про ландыши. В данный момент мы видим только листья и зачатки цветов, потому что в этом году весна, на удивление, холодная, и ландыши ещё просто не успели зацвести. Ещё надо сказать, что ландыши занесены в Красную книгу Москвы и Московской области, потому что, к сожалению, находятся на грани исчезновения. Историки утверждают, что чай в Россию привезли только в семнадцатом веке. Итак, что же русские люди пили до этого момента? Вот, они пили это растение с длинными узкими листьями. Оно называется иван-чай. Это очень вкусный, освежающий и тонизирующий напиток. В нём содержится огромное количество витаминов и полезных веществ. А ещё иван-чай очень красиво цветёт крупными малиновыми цветами. А это звездчатка. Сейчас мы видим симпатичные мелкие белые цветочки. И что они нам напоминают? Они напоминают звёзды. Поэтому их назвали звездчатка. Сейчас мы видим молодой дуб. Между прочим, это дерево считалось священным на Руси. Дуб – это дерево Перуна, нашего главного славянского бога, который пускал гром и молнии. Это был бог грозы. Впереди мы видим дерево с белыми цветами. Это черёмуха. Когда цветёт черёмуха, всегда холодно и дует ветер. А это берёза и молодой, свежий росток. Новая жизнь. Берёза тоже играла важную роль в жизни славян. Небо серое, тёмное, а значит, скоро начнётся дождь. На старых деревьях часто растут грибы. Это трутовик. В интернете пишут, что некоторые виды трутовика можно есть. Но я лично не рисковала бы и не ела бы такие грибы. Это клён. Очень красивое дерево. И посмотрите, как много зелёного цвета. В русской культуре этот цвет ассоциируется с весной, надеждой, природой и новой жизнью. Это кислица. В народе её называют заячья капуста. Ну, как будто зайцы и кролики едят. Это растение. Если вы живёте в деревне в таком чистом экологическом месте, кислицу можно собирать и добавлять в салат. На вкус она напоминает щавель. Чуть-чуть кислая и очень полезная. Давайте вместе прогуляемся по весеннему лесу. По пути попалось вот такое интересное, необычное дерево с тремя стволами. Лично мне оно напоминает трезубец Посейдона. или похоже на логотип Мазерати, конечно же. Сейчас я вам покажу одно очень популярное место для шашлыков. Поворачиваем налево. И вот там вдалеке уже видим площадку для шашлыков. Давайте подойдём поближе и посмотрим, что там такое есть. Идём по тараве. Идём по тараве. К сожалению, не все оставляют после себя чистоту и иногда бросают мусор. Смотрите, какое пышное разнотравье. Здесь папоротник, сныть, лютик и много других трав. Крапива, например. Наверняка вас привлекают. Вам нравятся эти блестящие, яркие, жёлтые цветы. Но будьте осторожны. Это лютик. Очень ядовитое и опасное растение. По пути я встретила белку. Видите, она частично рыжая, частично серая, потому что меняет мех после зимы. Прячется за деревом. И мы видим ещё одну прекрасную весеннюю историю. Мы видим маму Дроздиху и её маленького птенчика Дрозда. Пока-пока!